Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Доброе утро. Возможно, порывы до 14. Ночью ожидается 6-8 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Футбольная команда КЧГУ имени Умара Алиева приняла участие в Ставропольской футбольной лиге. Как развивается студенческий футбол, каким может быть его будущее, а также о чемпионате мира по футболу и волонтерству на нем в эти минуты в нашей студии, моей соведущей Белли Джазаева расскажет вице-капитан футбольной команды КЧГУ Руслан Алиев. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Доброе утро. Спасибо, что приехал сегодня к нам в гости из Карачаевска. Руслан, сегодня мы поговорим о футболе. В частности, о футболе при КЧГУ. Ты являешься вице-капитаном футбольной команды. И я знаю, что вы участвовали в Ставропольской лиге. Это очень значимо, насколько я понимаю? Расскажи. Да, мы сейчас доигрываем сезон. В том сезоне выступали, заняли третье место. Сейчас идем на четвертой строчке в лиге, участвуем в кубке. Недавно сыграли свой матч четверть финала, сыграли 3-3. Скоро у нас будет еще один матч, ответный 3 мая. Это лидер нашей лиги, команда, которая очень хорошо выступает, стабильно выступает с хорошими игроками. Я думаю, что мы победим. Верю в это искренне. Надеюсь, у нас получится. Ты футболом занимаешься около 10 лет и успел уже побывать волонтером на чемпионате мира в Калининграде. Какие впечатления у тебя? Если честно, это, наверное, одно из тех событий, которые очень сложно будет забыть. Это было просто потрясающе. Незабываемые эмоции. Люди, город и вообще практически весь мир жил на тот момент этим событием. В том числе я и мои товарищи, которые вместе со мной поехали. Это было незабываемое впечатление. С новыми людьми познакомился. С ними было очень приятно общаться, контактировал. Общался на разные темы. Болели за сборную России. Это было круто очень. Ты же футболист и ярый фанат, видимо. Каким ты видишь студенческий футбол? Мне кажется, что в скором будущем мы начнем выступать в НСФЛ. Это национальная студенческая футбольная лига. У нас уже есть такой опыт. Мы ехали в Грозный как спарринг-партнеры. То есть мы были вне зачета. Просто потому, что у команды из Петербурга не получилось выступить. Нас пригласил, если я не ошибаюсь, непосредственно начальник этого всего события, которое происходило в Грозном. Человек, который за все это отвечает. Предложили нам. Мы не отказались. Мы собрались с ребятами, поехали. Относительно хорошо выступили, потому что против нас играли очень крепкие команды. С очень стабильным результатом и со слаженным составом. Я считаю, что наш результат относительно удовлетворительный. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. И очень отрадно, что вы, молодые люди, ведете такой здоровый образ жизни. Удачи и новых побед. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.